Добрый день, уважаемые коллеги. Завершающим докладом нашей сегодняшней сессии определение сосудистой инвазии органов малого таза по данным МРТ и анатомия сосудов в данном регионе относительно вышесказанных докладов представляется более простой и доступной. Это дистальные отделы брюшной аорты, общие подвздошные, наружные и внутренние подвздошные артерии вены и их ветви. И по данным МРТ анатомии сосудов при исследованиях в различных плоскостях анатомия достаточно доступна. Как в аксиальной плоскости мы хорошо можем визуализировать как наружные, так и внутренние подвздошные сосуды, так и в корональной плоскости, так и при построении реконструкции 3D. Это все очень доступно для визуализации и для оценки дальнейших каких-то изменений. Для наших специалистов-хирургов помимо визуализации структур при исследовании необходимо указывать взаимоотношения лимфатических узлов, измененных, либо опухоли с сосудами, каким образом это все прилежит, компримирует, муфтообразно охватывает, врастает. Это все необходимо отражать в протоколах, точно так же, как уже было сказано при предыдущих докладах, необходимо указывать локализацию, протяженность взаимоотношения пораженных тканей с сосудами. На примере клинических случаев хотелось бы представить описанные изменения со стороны лимфатических узлов. На данных изображениях мы можем видеть муфтообразное поражение сосудов, измененным лимфатическим узлом с нарушением гемодинамики по сосудам. На противоположной стороне мы видим также структурно измененный лимфатический узел, но он оказывает компримирующее воздействие. Это изображение в другой ваксиальной плоскости, точно так же показывающее поражение муфтообразно охватывающего сосуд. Это изображение в сагитальной плоскости демонстрирует компрессию со стороны измененных лимфатических узлов на сосуды. Явная компрессия со стороны конгломерата лимфатических узлов наружной подвздошной группы слева с изменением стенок и гемодинамики по сосудам. На примере клинического случая у пациента с раком шейки матки стадии Т4Н1М1 до лечения мы видим поражение внутренних подвздошных сосудов с муфтообразным их охватом, что позволяет высказаться и помогает в этом плане для хирургов отказаться от оперативного этапа лечения. И на фоне полихимиотерапии проведенной данному пациенту визуализируется прогрессирование процесса с большим распространением, что в дальнейшем не позволяет проводить хирургический этап лечения. Пациент с саркома, эмбриональной рапдосаркомы шейки матки стадии Т1Н0М0 с рецидивом заболевания в правой подвздошной области визуализируется крупный конгломерат наружных подвздошных лимфатических узлов с компрессией сосудов с нарушением гемодинамики до лечения. На фоне терапевтического лечения визуализируется значительное уменьшение размеров конгломерата, изменение структуры, более четкие его контуры. Он хоть и прилежит к сосудам, но уже оказывает меньшее воздействие, что позволило хирургам пойти на оперативный этап лечения. К сожалению, после не было выполнено МРТ, но предоставлены данные КТ, которые позволяют визуализировать лимфокисту в области удаленного конгломерата с сохранением сосудов и проходимости их. Экстрамуральная венозная инвазия. Это представляет собой опухолевопоражение вен внутри мезоректальной клетчатки. По данным МРР-изображения определяется в виде структурных изменений сигнала, схожей по интенсивности опухолевой ткани и прорастающих сосуды мезоректума, достигая мезоректальной фасции. В различных плоскостях данная картина информативно хорошо визуализируется, что подтверждается гистологически с наличием опухолевых эмболов в просвете сосудов. На данных изображениях представлена инвазия верхних прямикышечных сосудов. Хорошо визуализируется и демонстрируется поражение достигающего мезоректальной клетчатки и боковой стенки таза в целом, что не позволяет пойти на хирургический этап лечения. После неодевантного лечения хорошо визуализируются изменения. На данных изображениях представлено поражение верхних прямикышечных сосудов с наличием опухолевой ткани. После лечения отчетливо визуализируется уменьшение основного процесса в стенке кишки с преобладанием фиброза и аналогичные изменения сигнала в проекции ранее визуализируемых опухолевых масс в проекции верхних прямикышечных сосудов, что в целом подтверждено при патоморфологическом исследовании. Наглядное изображение оценки данных изменений в структуре ранее визуализируемых опухолевых изменений EMVI визуализируется фиброз схожий с стенком первичной опухоли. Подтверждено морфологически. Со стороны урологических пациентов при распространении процесса рака предстательной железы важно отмечать вовлечение сосудистонервного пучка, что также является относительным противопоказанием для оперативного вмешательства, для исключения снижения частоты ранних рецидивов. в данном клиническом примере распространение опухоли на основании семенных пузырьков, на клетчатку, на вовлечение сосудистонервного пучка, распространение в мезоректальную клетчатку. Таким образом, хочется отметить, что вовлечение сосудов должно быть отражено в протоколах описания, для того, чтобы хирурги могли планировать свой этап оперативного лечения, дальнейшего лечения, либо самостоятельно принимать решение об этом, либо после терапевтического лечения. Спасибо за внимание. Продолжение следует...